Житель Павлодара разработал мобильное приложение Жанна Казах. С его помощью можно конвертировать казахские тексты с кириллицы на латинскую графику. Еще одно детище программиста Ярнара Шамбаева, мастер Товас Кумалак, набирает популярность среди любителей интеллектуальных игр. Подробности в репортаже Салвата Тимир Булатулла. Первым, кто опробовал новое приложение для гаджетов Жанна Казах, стала супруга Ярнара Таисия. Они познакомились во время учебы за рубежом. Они давно поженились и приехали в Казахстан. И именно Таисия, кстати, врач-реаниматолог, анестезиолог по профессии и в прошлом жила в Белоруссии, подсказала супругу идею с новым приложением. Ведь теперь Казахстан стал для нее родным. Люди длительно писали одним способом полностью сразу перейти мгновенно тяжело. И такие приложения, мне показалось, могут облегчить жизнь на начальном этапе. Какой-то позитивный оттенок для них, чтобы эти изменения принесли, чтобы было меньше трудностей. Жанна Казах за считанные секунды может со стопроцентной точностью перевести любой текст. От художественной книги до научной энциклопедии. Выбираем текст произвольный на казахском языке, написанный старой кириллицей. Выделяем текст произвольный, копируем его. Потом запускаем программу, вставляем текст и конвертируем. Вот результат налицо. Другое детище Ернара, которое он презентовал сегодня в сети, игра «Мастер Торос Кумалака». На нее автор потратил 10 лет жизни. Говорит, чтобы понять глубокую философию этой древней игры с 4000-летней историей, нужно родиться казахом. Просто, если вы американец, хороший программист, и будете писать игру, в общем, со многими проблемами столкнетесь, не понимая менталитета, что ли. Только за первый день новое приложение скачали свыше тысячи человек, и все отмечают его удобство, содержательность и простоту в использовании. То, что дети играют сейчас в всякие игры, конца-страйк, зомби, какие-то войнушки. Все это плохо, на развитие влияет, на их психику. А если взять национальную игру «Торос Кумалак», то развивает мышление. Игра «Торос Кумалак» очень популярна в Павлодарском прииртыше. Сейчас здесь на постоянной основе работают свыше 50 секций, а охват детей превысил 4500. Различного рода соревнования проходят едва ли не каждую неделю. А ко дню независимости состоится первый в истории турнир с использованием нового мобильного приложения. Из Павлодара Салватимир Булатула, Марат Игельков, Самат Аспанов и Алексей Амельницкий. Итоги дня.